АПЛОДИСМЕНТЫ ВОДЕССКО ИГРОД НОМЕР 5 ГОСПОДИН КИРИЗНЦКА ГОРОД МИЛСКО ИГРОД НОМЕР 6 ГОСПОДИН УДАВ ГОРОД МНИТСКО ИГРОД НОМЕР 7 ГОСПОДИН ОЛИТВИН ГОРОД КИЕВ ИГРОД НОМЕР 8 ГОСПОЖА ВАТМИ ГОРОД КИЧЕНЁЕВ ИГРОД НОМЕР 9 ГОСПОЖА ПОМЕЛО ГОРОД КИЕВ Я всем желаю удачи, победы, сильнейшую и самую удачную. Пусть игра будет красивая. Горь-пи-доль. Выбор игрокам, парни. Разборим челево, разделим, спасибо, выбор сделан. Эй, горе, право, нет, спасибо. Расскажите, пожалуйста, спасибо, выбор сделан. Расскажите, пожалуйста, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Но это такое, я думаю, что там надо проверять между единицей и двойкой. Лоску сказали хорошо, но, как для меня, вы сказали, по-моему, очень медленно. Это не ваш темп, вы намного быстрее говорите. То есть мне это зарезало слух. Ну, пока что все. Шестерка более-менее по красному сторонам. Спасибо. Спасибо вам. Госпожа Памела, ваше циклонное время. У меня только одна программа, кроме три, громче. Я в Супер-Малыш, певаю даже за мыслями, но только громче. Потому что приходится послушать. Это очень хорошо. Я играю в Супер-Малыш, за всем столом. Что вам интересно, три-четыре, это, наверное, один игрокист, который у меня поиграет. Тут четверка, это когда группа третьего, если вы объясните. Дальше вообще, ну, вообще дебри. Можно прицепиться к каждому. Мне не понравилась шестерка, считаю, что это отлично. Мне не понравилась символ, который плавает вообще. В принципе, если вспомнить вашу лечу в крупном месте, то вы вообще цвет никому не дали. Ну, такое. Ну, где-то там может быть, может быть, где-то тут, а может быть еще тут. Ну, как бы смутило меня это. Меня смутила двойка, ну, как бы, ну, по проявлениям своим. Вначале вы вроде подозревали единицу, потом называли его красным, но вы его красняли. Единица мне не понравилась, ну, как бы, потому что он единица, он серый игрок. Девятка мне не понравилась проявления, я это показала только вам. И только когда вы говорите, что это было 7, я бы солгать, чтобы всему столу показывали. Я вообще всему столу молчала. Совершенно не нравится. Вот по просыпанию не подался я к номеру 2, как посмотрели на меня. Ну, короче, мне реально кроме 3-4 никто не нравится. Время. Итак, дамы и господа, высказались все игроки. Никто не был выставлен на первом кругу, и в нашем городе незамедлительно наступает ночь. Город уснул. Город уснул. Но только марфия вытаскивает сырего мира прицеливания, приходит на охоту и приходит к его игрокам. Номер 1, номер 2, номер 3, номер 4, номер 5, номер 6, номер 7, номер 8, номер 9, номер 10. Мафия сделала свое дело, мафия удаляется. Просыпается, дон игры, дон игры, спрашивает у ведущего, кого считает шерифом. Ровно 10 секунд у вас на это. Дон, получает свой ответ, дон засыпает. Просыпается, дон игры, получает 70 секунд и спрашивает, кто материн. Получает свой ответ, засыпает в городе утро. В городе утро недоброе, мафия не промахнулась. Во-первых, предупреждение игрок номер 9, я всегда предупреждаю, гостинин ведущий, предупреждение игрок номер 9, за касание игрока. Игрок номер 10, у вас минута на последнее в этой игре. Ну, такое, не знаю, для меня девятка черная, вот уже извините, вот уже извините, у меня 9-6. Черные игроки, третий, с третьим вопросом. С третьим игроком у меня вопрос. И вот это касание, а восьмерка не была такой подозрительной, чтобы ее проверять, чего вдруг, с какого перепука. Вы не знаете правила, что нельзя касаться у нас, чтобы это озвучивать, это в начале турнира сказали. Не нравится мне девятка, вообще не нравится, вообще проверка в восьмоку, с чего вдруг, не нравится. Короче, моя версия на мафию, это 9-6, можно кому-то приплести, 2, пусть будет, 9-6-2, вот такое. Я в нуля, в следующем игроке не уверена, но мне не понадобится, шестерка, не понадобится девятка. У вас 10 секунд. И я один. Тремя, наверное. А девятка подтягивала семерку к себе, если все-таки девятка черная, но девятка подтягивала, он довелось на 7 и 10, и он как бы мне как бы ворудился. Время! Поаплодируем, господомы! Вы считаете, что у вас игровой стоп, под общие аплодисменты, забирайте свои все девайсы, и время первым на кругу получает игрок номер 2. Госпожа Венерко, у вас в минуту. Смотрите, я подозреваю больше всего игроков 6-9. Я объясняю почему. Игрок номер 6 использует мои же аргументы, он дает себе игроку номер 1. Как вы так? Потому что вы не хотите проиграть в мирном, вы хотите дать победу майку, вы хотите все это сделать. То есть я смотрю, ну, то же самое, мои же аргументы говорят игрок номер 6 относительно игрока номер 1, и потом меня же он называет черный. Хотя я это сделала. Вы говорите, что я дала его красным. Я дала его красным каким-то неигровым параметрам, а по игровым я дала его черным. Я выставляю сейчас игрока номер 9 на голосование, потому что игрок номер... Принято. Не один. Я считаю, что игрок номер 7 тоже достоин проверки, потому что игрок номер 7 подтопил игрока номер 6, но это было очень, знаете, плавно и очень неуверенно. У меня было впечатление, например, что 7 знает, что 6 свой черный погодил плохо, и так его чуть-чуть вокруг его так покрутил, но не хотел давать его точно черным. Поэтому у меня где-то есть звук, что 6, 7, 9 могут вместе черный. Игрока номер 6. Вот, знаете... Принято. Ваше время истекло. Игрок номер 2. Время игроку номер 3. Господин. Кто кого покрутил? Семерка покрутил шестерку. Шестерка, важно, это на прошлом клубу у тебя есть. Вот, я вам когда на голосовании игрока номер 6, смотрите, я считаю, что игроку номер 9, на этом клубу пускать. То есть, что есть узнавания игрока номер 9, на этом клубу, как бы мы все понимаем, какие. А игрока номер 6, как принимают, такие классы. Смотрите, на самом деле, что я хочу сказать, да, на самом деле, я считал, что было красная. И мне удалось, что это было странствия, и вы биды. Ну, в принципе, наверное, вполне точно. Потому что для меня красная команда была 1.5-10. Вот, в первом клубу. Смотрите, сейчас я предлагаю голосовать в шестерке. А, смотрите, еще есть такая вещь, что кто-то учу шерифа на усмотрение. Смотрите, сидят на настоящий комиссар, он мог специально сказать, что это семярка, чтобы он, по-моему, запомазать, не спелался, а кому он коснулся ночью? Он не шериф, а он планка. А почему вы касаетесь игрока номер 8? А вы игроку номер 8, на 8? 10 секунд. В общем, смотрите, я так считаю. Помогу мне еще должны быть игроком на 6, и кто-то скажет, что еще будет свободное голосование между ними. Спасибо вам. Спасибо и вам слово игроку номер 4 минуты, господинка. В принципе, мне подходит в шестерке, шестерка походила мне очень хорошо. Я представляю игроку номер 7. Принято. Гроб номер 7 вы плавали на своей речи. Я вас хочу послушать, то, что вы стоите, это еще не знаю, что я свою ручку на вас кинула. Вы понимаете это? Гроб номер 8, вы мне красный. Гроб номер 1, хочется с ним играть. Крайней мере, вы мне нравитесь. Потому что вы на первом кругу хотели отдать победу мафии, то есть, в принципе, предположительно, если они хорошо собирают. Вы либо собираетесь, играем вместе. Гроб номер 2, у него есть информация, что хорошо, 2-9 сидят, свободное голосование между 6 и 7. Хорошо, выставишь игрока номер 3. По мне, 3 плавает уже в своей речи. Не особо он мне нравится. Я играю с игроком номер 8. Я думаю, что игрок номер 5 может быть красный. Я думаю, что игрок номер 1 больше красный. 2-9 мы разбираемся, 3-6, 7-ка, если скажет хорошо, то скажет хорошо. Знаешь, между 3 и 6, свободное голосование. Посмотрим, куда руки разобретаются. Это информационная информация для Шерипа, если там что-то на 9. Время. Я прошу стол уменьшить жестикуляцию. Я буду за это делать предупреждение. У вас есть язык, а не жест рук. Дамы и господа, игрок номер 7. Я буду делать предупреждение, вы решайте высказываться игрокам. Слово игроку номер 5. Минута. Служите игрока номер 5. Добрый день, стол. Действительно, то есть, ну, я понимаю, любое общение между собой, оно всегда дает какую-то информацию, но тем не менее. Давайте послушаем, то есть, 6-9 в одной команде, то есть, между ними свободного голосования нет. 6-3, шестерка отнекивается от тройки однозначно. То есть, выставлены 3 и 6, господин Далич. Выставлены 3 игрока. Игрок номер 6, игрок номер 7, игрок номер 9. Игрок номер 3. 6-7. 6-7 могут быть в одной команде, то есть, я думаю, что только между 6-3 может быть свободное голосование. То есть, если все равно кто уходит. Нет, я объясняю, почему, потому что вы в разных командах. То есть, посмотреть, как полетят руки в кого. Действительно, кто-то сказал 4-ка. Я не прав, я не понимаю. То есть, я не понимаю реакции с того. То есть, мне кажется, что если свободное голосование, то свободное голосование между игроками из разных команд. 6-ка четко не играет с тройкой. 9-ка, вы вяжетесь к 6-ке, но только потому, что об этом весь стол уже сказал. Плюс, ночное касание, для меня непонятно, вы говорите, что вы неж. Я дослушаю до конца, мне сложно сделать удар, я не могу понять, с кого буду голосовать. Спасибо, класс. Спасибо и вам. Сколько игрок номер 6-0? Ох, игрок номер 2, как вы перекрутили мою речью, я не назвал 1-2 черными, я сказал 1-2 серые игроки. А вы в своей речи говорите, вы не соглашаетесь со словами игрока номер 1. Для меня плохо сейчас, 2-3, пятерка плавает, он говорит, что 6-3, по первому кругу разные команды. Я сказал, я с 3-4 играю по первому кругу, как 6-3, разные команды. 3 выставляет 6, мне это тоже не понравилось сейчас. Смотрите, 7, ну, сказал для меня ровно, но вот так вот. С 9 я не играю, почему вы вяжете меня с командой с 9-кой? Я выставляю рока номер 3. Я не играю с игроком, а вы шериф? Кого вы проверили? 6 черным, отлично, а уходит 6. Ой, уходит 3, уходит 3, я красный игрок, я красный игрок. Вы шериф? Я красный игрок. Если вы проверили меня черным игроком, значит уходит игрок номер 3. Я не шериф, я не шериф. Я прошу лишние предметы убрать с стола вообще, уберите, пожалуйста, это вниз. Давайте серьезно, игрок номер 2, вы перекрутили мои слова, 1-2 я не называл черными. Время, спасибо вам, слово игроку номер 7 минута. Слушайте, у меня убивает игрок номер 6, в общем, сейчас уходит игрок номер 6. Для меня, пока я с игроком номер 9 играю, у меня вопрос по игроку номер 2, то есть у меня двойка кажется более черным игроком. Я называю на прошлом кругу 6-2 черными игроками, у меня там 1-3 черный сидит, потому что я не вижу здесь черных речей. Меня называют черными, меня называют черным игроком вместе с игроками 6-2, когда я их называю двух черными игроками. И говорите, что я плаваю. Я назвал вам явно двух черных игроков, я не знаю, с кем играть на этом кругу. Для меня на данный круг 6-2 остаются черными игроками 2 пока сидит, 6 уходит Есть информация, что 6 проверенные черные Вот мы 6 уходят, пускай уходит проверенная черная А дальше будем слушать, будет один шериф, будет два шерифа И дальше будем решать Сейчас уходит только игрок номер 8 Спасибо Я очень хочу послушать игрока под номером 9 Потому что вы не просто меня там, знаете, толкнули А кружочек так нарисовали И сейчас вы отнекиваетесь До этого я еще подумала У меня нет другой информации, кто есть какой другой комиссар Я должна вам верить каким-то образом Но то, что вы отнекиваетесь от той информации Это мне не очень нравится Голосую я только сейчас в шестерку По-другому нет, моя команда красная, это 4-5 Я буду играть с ними То, что делает двойка, мне не очень понятно Но есть информация, что 9 комиссар Прекрасно понимает, что по первому кругу нельзя голосовать Ни в одного комиссара, ни в другой Игрок номер 2 выставляет игрока номер 9 И говорит, что голосовать нужно только по девятке Хотя у нее команда черная 9-6 И она могла прекрасно выставить игрока под номером 6 И агитировать по игроку номер 6 Поэтому мне не нравится ни 9, ни 2 Хотя они не могут быть в одной черной команде Я очень хочу послушать игрока под номером 9 Что же вы мне там рисовали на ноге? Спасибо Спасибо вам, игрок номер 9 минут Доброе утро, город Я не рисовал на ноге Когда сказали, что город просыпается Я поднимал руки Я случайно коснулся к игроку номер 8 Я думал, что я коснулся вообще к стулу Поэтому я сказал ведущему Я не касался игрока Я не шериф этого города Но, смотрите, я выставляю игрока номер 2 На голосование Почему? Игрок номер 2 Вот она говорит первое Ведущий сказал, что там девятка коснулся Все подумали, что все, 9 шериф Значит, а двойка что делает? Зная, что девятка может быть шерифом Выставляет игрока номер 9 Это красный ход Для кого? А вы как касаетесь круговых движений пальцев? Другой игрок, игрок номер 8 Вот вы горе красный игрок Вы мне кажетесь красным, но это ужасно Это ужасно Я вас называю черным? Не называю Почему? Если вы допускаете даже, что я теоретически могу быть шерифом Зачем вы сейчас это говорите? Это ужасно Я выставляю игрока номер 2 Я думаю, что все-таки шестерка красный игрок Потому что давят девятку и давят шестерку Мне кажется, что шестерка сейчас более красный игрок Я не уверен Но для меня пока что 6-7 красный Красные игроки голосуют только в игрока номер 2 Спасибо Спасибо вам Новый игрок Номер 1 Минута Игрок номер 9 Если вы не гнете шерифскую линию Я выставляю игрока номер 6 Ну то есть Мы будем податься потом На то, что вы делаете Либо вы пытаетесь тянуть шерифство Либо вы его не пытаетесь тянуть Ну то есть Чтобы знать, проверять вас или нет Вот так вот Сейчас входит игрок номер 6 Информация после того, что он проверен черный Игрок номер 6 говорит реально ужасную речь Что-то там к одному 2 петлирует Там к тройке привязывается Говорит семерка Ну вот так вот Но я не понял Это вот нет такого цвета Игрок номер 6 Я выставляю на голосование Игрок номер 6 И уходит игрок номер 6 А вот дальше вот интересно Мне нравится игрок номер 8 Которому якобы было вскрытие Такое Причем игрок номер 8 говорит Что игрок номер 9 Скрывался, рисовал и кружочек А игрок номер 9 Ну как бы сильно это Ну не отрицает, что он там Рисовал и кружочек Он не говорит, что игрок номер 8 То есть восьмерка для меня поэтому Крусит Ну игрок номер 9 Это что вы гнете шерифскую линию? Нет? Вы шериф? Игрок номер 9 Ну тогда просто уйдет Пять секунд Ну ладно Типа мне нравится 4 А по тройке на самом деле вопросы Тройка не однозначна Время Дамы и господа Сейчас все прекратили Всяческую же спепуляцию Мы переходим к голосованию За любые жесты, любые цифры Я буду делать предупреждения Первым голосуется Игрок номер 9 Вторым голосуется Игрок номер 6 Третьим голосуется Игрок номер 7 Четвертым голосуется Игрок номер 3 И пятым заключительным Игрок номер 2 Кто за то, чтобы игровой стол покинул Игрок номер 9 Прошу голосовать Спасибо Нет голосов Кто за то, чтобы игровой стол покинул Игрок номер 6 Прошу голосовать Спасибо Раз, два, три, четыре, пять, шесть Голосов Игрок номер 6 У вас минута на последнее в отеле Тот кто дал мою черную проверку по любому уходит на следующий круг. Сейчас все слушают игрока номер 6... Я красный игрок, я реально красный. Тот кто говорит что 6 про ихayerных чёрных игрок по любому уходит на следующий круг. Это даже не обсуждается. У меня 8 красных игрок. 7 по второму кругу поварил хорошо. Нет, с девяткой разбирайтесь, я не знаю, что он вам рисовал, но если вы ходите черным игроком, ну, 9 под вопросом, 2, 3 и 5 сказал так себе. 8 считаю красным, 4 считаю красным, 1 считаю красным, и вы вторую речь сказали хорошо. Я красным игроком ухожу, не забывайте это, я же сказал, между 9, 2, 3, 5, 5 не упускайте, спасибо. Спасибо вам, пообразил Мирок Примежев, вы собираете игровой стол, игровый зал, а у нас в городе ночь, город уснул, город уснул. У Я хочу его, и я буду его, и я буду его прицеливаться. Смитаемый зал, номер 1, номер 2, номер 3, номер 5, номер 5, номер 7, номер 8, номер 9, номер 10, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Значит, двойка должна грамотно поделить стол. Я никого не выставляю. На мой взгляд, самое правильное решение, да, действительно, поделить стол, оставить, послушать еще проверки. Нам нужны черные проверки от двух шерифов, и тогда мы будем выгонять из разных команд. Все. Теперь все понятно. То есть, слушаем одного, слушаем второго. Я не доверял двойке с самого начала. То есть, вот то, что сейчас озвучила четверка, он делает ее красным, и, в принципе, тогда окрасняется игрок номер 9, с одной стороны. С другой стороны, девятка, ну, настолько было странное поведение, что если бы не существующая черная проверка одного из шерифов, я откровенно голосовал бы у вас, и я это говорил абсолютно четко. Сейчас мы будем слушать, да, самое главное правильно поделить стол. Все остальное... Спасибо, Пас. Спасибо, Иван. Слово игроку номер 7. Господин Орликин, на минуту. Вы посмотрите, проверка игрока номер 7, это все, что я могу сказать к игроку номер 2. У нас выставлены 2-9, правильно? Кто выставлен? Выставлен игрок номер 2. Выставлен игрока номер 9. Стол делится, все. Кто следующий выставляет, стол делится. Все правильно. Игрок номер 1 расскажет, я могу сейчас рассказать, игрок номер 1 расскажет, вам все равно. Вариант, ну, чтобы удобно было, это от пятерки до нас мы за двойку, от вас до девятки. Или по-другому, как вы предложите, ну, то есть, чтобы было удобнее. Так что вот так вот, для меня черным... Игрок номер 2 говорит, что шестерка проверена черная, у девятки черные не ушли. У девятки черные не ушли. Так что вот так вот игрок номер 2 бороться, да. А кого вы считаете черным игрок номер 9? Окей, ну, два понятно, да. Один и не знаете. Ну, такое. Мне просто тяжело, я не понимаю, проверка игрока номер 7, это игрока номер 2. У девятки не ушел ни один черный, мы можем сейчас убирать игрока номер 2 или по балансу оставить их обоих. Ну, то есть, делить, обоих поднимать, оставлять. Вот именно, двоих оставлять, получать две проверки еще. И у нас все будет супер робо. Так что вот так вот, можем поднять игрока номер 2? Я не считаю, что стол надо сейчас делить, потому что со стороны игрока номер 9 не ушел никто. И три мафии, знаете, вот сейчас пойдет вот такое голосование и все, и капец будет мирным игрокам. Поэтому я считаю, что стол должен покинуть игрок под номером 2. Да, игрок номер 9, если комиссар, то это актунг. Вы говорите сначала, что вы комиссар, мне открываетесь. Потом вы говорите, что нет, я тебя не проверял. Сейчас вы говорите, что вы проверили 4. Но при этом игрок под номером 2 с проверкой шестерки выставляет игрока под номером 9. И агитирует голосовать по игроку номер 9, не выслушав, ничего не сказав. И она якобы просит игрока под номером 3 выставить игрока под номером 6. Но откуда такое доверие к игроку номер 3? То есть он для вас сразу такой краснючий после его быстрой речи про ничто. Поэтому игрок под номером 2, в моем понимании, сейчас не очень красный. Я считаю, что стол сейчас опасно делить, потому что три мафии вот так вот проголосуют. Мы не знаем, кто есть три мафии и кто был игрок номер 6. Правильно? Я считаю, что надо удалять сейчас игрока под номером 2. Потому что три мафии вполне возможно за столом, и мы не поделим нормально столом. Мяс, спасибо вам. Слово игроку номер 9, господин Батч. Доброе утро, город. Я рад все-таки, что восьмерка пересмотрела свое мнение, отошла от этого и разумно рассуждает. Естественно, я шериф. Естественно, я нарисовал ей кружочек. Мне поставили замечание. Я что, должен сидеть и говорить? Да, я шериф. У нас поэтому и понял. Если бы я сказал, что я шериф. Они бы лупанули меня, все. Я бы уже не сидел. Я оставил бы четверку проверенной красной. Что дальше? Что вы будете дальше? Я вас проверял, потому что я видел, что с единицы по четверку все вот так вот играют. Для меня двойка, единица, двойка, тройка черная сидели. И вы с ними, понимаете? Мне надо было из вас кого-то одного любого проверять. Вы сильный игрок. Я проверил. Игрок номер 4. Я спрошу. Я хочу выиграть с вами. Я хочу выиграть с вами, с восьмеркой, с остальными красными. Проголосуем, пожалуйста, по двойке. Шестерка ушла красным игроком. Двойка выставила меня, а сказала, что проверка шестерка черная. Что это за шерифство? У нас сейчас разбросаются руки. Я выставляю контроль на игрока номер 2. Уходят игрок номер 2. Кого проверить? Тройку либо единицу. Для меня один-два сейчас черная. Единица уже определилась, чтобы двойка для него шериф. Спасибо. Спасибо вам. Игрок номер 1. У вас минута. Господин Кучиева. Добрый, дорогой. Хотите внести двойку? Давайте внестим двойку. Для меня команда вообще 5-6-9. Бедность. Для себя называют 5-6-9 черные игроки. Игрок номер 9. По прошлому кругу я вас спрашиваю, вы шериф. То есть понятно, что я прикрываю игрока номер 2, спрашиваю, вы шериф ли вы. Я типа, потом вы отказываетесь, я предлагаю игрока номер 2 проверить вас. Я спрашиваю, чтобы не тратить, если что, проверки. Ну то есть, то, что вы действовали за шерифская игра, то у вас очень плохая шериф. Да, кстати, почему 2 не проверила? У меня есть, которая отрещивается. Второе. Ну, одно же, вы знаете, игрок номер 8. Вы красный игрок. Игрок номер 4 красный. Я пишу по эмоциям, потом вы просто скажете, вы красные пока игроки. Скорее всего, 3 красный игрок. Итого я выставляю на голосование игрока номер 2. Мы сейчас можем вывести игрока номер 2, но 5-9 это мафия. Проверка восьмерки нелогична, когда просто проверят 6-7. Восьмерка говорит нормально. Проверка четверки нелогична, а четверка хорошо говорит. Игрока номер 2, проверка игрока номер 7, по которому игрок номер 6 говорит, это вполне логично. Это меньше игрок номер 2. То есть, в любом случае, игрок... Привет! Мя, спасибо вам. Слово игрок номер 2, вы завершаете круг, госпожа Венерка. Игрок номер 8. Мало того, что вы мне не верите, я считаю, вы скрасны, так вы еще и всем вокруг расскажете, почему я такая черная. Вы не думаете, что вы можете ошибаться? Шериф, который проверяет вас, когда там 6-7, 2-3 непонятные игроки, потом открыть все свои слова, хотя он может покинуть стол на голосование. Я почему стреляла к номер 9? Я не хотела палиться, что я шериф. Я только потом поняла, что и выставление 6, и выставление 9 однозначно палятся, что я шериф. Если я встраиваю 9, это же сильнее. Игрок номер 3 меня спрашивает по словам. Ты шериф? И я понимаю, что я уже не могу сказать нет, потому что потом, если игрок номер 9 вскроется, будучи, ну он же говорит последний, десятку уже убили, ему тоже выгодно, он говорит последний. Я понимаю, что если он вскроется потом, мне уже никто не поверит. Я сначала сказала нет, потом сказала да. Я ему показываю 6, что он выставляет 6, вскрывает за меня. Я думаю, все, прекрасно. Я думала, что если 3 вскрылся за меня, его могут отстрелить, понимаете? Поэтому я не проверяла его, потому что если он за меня вскрылся, а мафия не знает, у нас есть еще конца, мафия должна была вскрыть в 3. Это было такое мое мнение, поэтому я не проверяла игрока номер 3. Зачем проверять игрока номер 9, кто вскрывает за шерифом, не ясно. Зачем проверка 4? Кому она нужна? 7 проверяла, и группа номер 7 объясняет почему. У меня 4, я говорила, что 7 плавает, и 1 проверит 7. Мя, дамы и господа, закончили все обсуждения, сейчас мы переходим к голосованию, никто ничего не показывает. Первым голосуется игрок номер 2, вторым голосуется игрок номер 9. Кто за то, чтобы игроковой стол покинул игрок номер 2, хорошо голосовать? Спасибо. Раз, два, три, четыре голоса. Четыре голоса отходят игроку номер 9. Сейчас между вами пройдет перестрелка, каждый из вас получит право сказать по 30 секунд. В свое оправдание, игрок номер 9, 30 секунд, время пошло. Угрок номер 4, я вас очень прошу, проголосуйте об игрока номер 2, вы проверены мной красно. Если сейчас, не дай бог, кто-то передумает, то я, если вашего голоса не будет, я улечу, я шериф этого города. Унесите хотя бы в баланс, потом унесете меня на следующем кругу. Если у вас будут сомнения, уносите меня на следующем кругу. У меня ушла шестерка, у нас ушла десятка в первую ночь. У меня с моей команды ушла, ее проверка черная ушла, у меня никто не ушел. Уносим двойку, играйте в баланс. Балансируйте, если вы хотите досидеть и красными выиграть, я вас прошу. Привет, мя, слово игроку номер 2. Ребята, я все объяснила. Я проверила игрока номер 6, проверила игрока номер 7. Игрок номер 9 проверяет 8, не просили. Игрок номер 9 проверяет 4, никто не просил, что победил. Стой, сыгрок номер 3 не проверял, что ты мог любить. Проверила 7, как просили меня игроки. Что еще я должна была сделать? Игрок номер 9 называет черную команду 1-2. Где такое видано? Игрок номер 1 говорит свою первую речь, я сижу и покрасняю. Все вокруг нас слют. Больше игрока номер 9 нет черных игроков, кроме единицы и двойцы. Он не знает, с помощью искать. А что будет потом? Кого он будет называть? Шрифт, который говорит, что он не шрифт на голосование. Это шрифт? Время! Дамы и господа, сейчас все уверены. Игрок номер 7, предупреждение. Я сказал, не жеттикулировать, потому что мы перешли к голосованию. Первым будет голосоваться игрок номер 9. Вторым будет голосоваться игрок номер 2. Кто за то, чтобы игровой стол поднял игрок номер 9? Прошу голосовать. Спасибо. Раз, два, три, четыре голоса. Нет, раз, два, три, четыре, пять голосов. Пять голосов против игрока номер 9. Игрок номер 9 у вас минута, она последняя в этой игре. Все, вы проиграли. Это была, ну, извините, пожалуйста, но это как красно не играют. Так красно не играют. Что вы сделали игрок номер 4? Что? Ну вот семерка сидит черная, вот сидит двойка черная, с ним вместе единица сидит. Ну что дальше? Ой, или лоск. Ну я не знаю. Так уже все, уже все, не стреляют. Ну что вы сделали? Ваша рука не была, не стояла, когда надо было первый раз голосовать в двойку. Аплодируем игроку номер 9. Игрок Матвеев передает игровой стол в городе ночь. Город уснул. Город уснул. Предупреждение игроку номер 3. А мафия высказывает звери во первых, прицеливается, выходит на охуто и приходит мимо игрока. Номер 1. Игрок. Да! Давай сюда. И каждый раз вы натыкаетесь на одну и ту же ошибку все время. Я говорю, что не надо укусить вторую палату ни разу.